Империя Сергея Кожугетовича Шойгу, бывшего министра обороны Российской Федерации, которую он строил долгие годы, рушится кирпичик за кирпичиком. Его ближайшее окружение сидит по тюрьмам, а каждую неделю появляется новое уголовное дело или новый человек, проходящий по этому уголовному делу. Основной вопрос, который многие задаются, когда же сам Сергей Шойгу окажется на скамье подсудимых. Интересно не только то, что происходит с окружением Шойгу, но и в принципе, как работает эта система. Ведь посадка зама в Шойгу на самом деле ведет не к ее консолидации, а к ее разрушению. Между Владимиром Путиным и его элитами существует негласный договор. Этот договор лояльность в обмен на финансовое благополучие. Если ты лоялен, то совершенно не важно, как ты выполняешь свои обязанности. Даже если ты ******, более того, это хорошо, если ты ******, потому что тогда ты не представляешь угрозу непосредственно для власти. И собственно долгое время этот договор действовал. И Сергей Шойгу, абсолютно некомпетентный человек, который не умеет ничего, оставался министром обороны и зарабатывал просто миллиарды долларов на всевозможных откатах и коррупции, выстраивая свои дворцы. Долгое время статус-кво сохранялся до недавнего времени. Он пошатнулся. Почему? Потому что Россия не очень уверенно себя чувствует в войне с Украиной. Россия планировала захватить Украину за 11 дней, но 11 дней уже растянулись на 890. Россия планировала демилитаризовать Украину, но вместо советских БМП приехали Брэдли, вместо советских танков леопарды, а вместо советских истребителей прилетели F-16. Украина, наоборот, становится все более и более вооруженной современными передовыми вооружениями, будь то Сау-Арчер или Панцергаубеца. И в этом смысле Украина, безусловно, частично является и полигоном для западных стран по отработке собственного вооружения. Но это плохая новость для России, потому что современное вооружение бьет довольно болезненно. И поэтому ситуация становится все хуже. Пушечное мясо заканчивается, люди не готовы идти на контракты даже за очень большие деньги. Более того, эти деньги, эти выплаты повышаются уже практически в ежедневном режиме. Повышено даже федерально. Короче говоря, ситуация не очень хорошая. И в этом контексте Владимир Путин подумал, что пора перетряхнуть военное ведомство, посадить всех коррупционеров, которые были там сейчас, и привезти туда новых коррупционеров. Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Дело в том, что настоящей борьбы с коррупцией в российской системе невозможно устроить. Вообще никаким образом, потому что воруют все. И самый главный вор, самый большой коррупционер, это лично Владимир Путин. Один из самых богатых людей в мире. Он наворовал себе столько, сколько нет ни у одного миллиардера. И поэтому, конечно, смотря на него, чиновники тоже воруют. Причем на всех уровнях. Те, кто сменит. Тимура Иванова и всех остальных будут заниматься абсолютно тем же. Профанацией и воровством. Андрей Белоусов, поставленный министром обороны, тоже имеет свои коммерческие интересы. А поставленные Путиным родственники, как, например, Цивилева, также просто обогащаются на всевозможных госконтрактах и компаниях, которые имеют тельные преференции, как, собственно, Цивилева практически уничтожила одну из угольных компаний крупнейшего. И в этом смысле все продолжится. То, что теперь практика нарушена, бьет по самой путинской элите. Потому что раньше они знали, что делать. Раньше надо быть просто лояльным. А теперь хрен его знает. Зачистки продолжаются. Мы сейчас поговорим с вами о самых громких и о том, что будет дальше. А также поговорим о том, почему свидетели, ценные свидетели по делу Тимура Иванова и не только по его делу умирают. Кто в СИЗО, кто на воле. Происходит это, ну, как-то очень одновременно и очень загадочно. Поэтому, с одной стороны, очевидно для меня, по крайней мере, что Шойгу заметает следы и пытается устранить тех, кто может дать показания на его ближайшее окружение. А с другой стороны, все-таки хотят добраться и до самого Шойгу. Поэтому на месте Сергея Кожугетовича я бы прямо сейчас рассматривал план побега. Как можно сбежать в Америку, например, получив гарантии безопасности в обмен на какие-либо секреты о российском оборонно-промышленном комплексе и российской армии. Потому что некоторые соратники Шойгу ждали долгое время и дождались. В итоге к ним тоже пришли с обысками и теперь они находятся в Лефортово. Так что, Сергей Кожугетович, подумайте головой. Вы, конечно, убийца и людоед, по вам плачет тюрьма. Я бы больше радовался, если бы вы сели. Но ради того, чтобы война закончилась как можно скорее и закончилась справедливым миром, победой Украины, я готов на то, как американский гражданин, в конце концов, чтобы Сергей Шойгу, ему был дан некий иммунитет и защита в обмен на ценные сведения, которые действительно помогут сильно ослабить российскую армию. Так что, Сергей Кожугетович, садитесь в самолет или переплывайте на лодке, я не знаю, бегите по лесам, ваша жизнь в очень серьезной опасности. Но давайте разбираться по порядку новостей последних дней. И вот очередное громкое уголовное дело по линии Минобороны появилось буквально вчера. На этот раз в отношении действий руководства и сотрудников военторга, компании, которая занималась организацией питания и оказывала другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны и других ведомств. А в 2016 году стала единственным поставщиком имущества вещевой службы для российской армии. Руководитель АО Военторг задержан по обвинению в хищении средств Минобороны. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских не СССР, чем бы это ни было. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 миллионов рублей. Дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Задержанным предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, за период с декабря 2019 года по декабрь 2022 совместно с иными соучастниками, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и иных субъектов РФ, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Министерства обороны. Объединившись в устойчивую организационную группу, сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских НСССРов, наборы, в которых ходят зубная щетка, бритва, швейные принадлежности, шампунь и прочие средства гигиены. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. С конца 2019-го под конец 2022 года фигуранты приобрели продукцию компании-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель 41-летний уроженец Северной Осетии. Его имя также пока не раскрывается. Затем, путем обмана представителей Минобороны и казначейства, продукцию продавали экономически необоснованно, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей. Об этом сообщила тоже Волк. В домах руководителей и сотрудников Минобороны в помещениях Военторга и ряда компаний на территории разных регионов России прошло более 60 обысков. По делу допрошено более 30 свидетелей. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники управления КСЭБ ФСБ и ГОУБИПИК МВД. Кроме того, Военторг упоминается в связи с бывшим замминистром обороны генералом Дмитрием Булгаковым, который вот-вот был арестован недавно по делу коррупционной направленности. И что это за Булгаков? Сейчас, конечно, об этом я вам тоже расскажу. Вы наверняка видели фотографии из его жилища. Эти... Я не знаю. Это не фотографии. Это... Ну, х**. Нет такого. Я последний раз такое видел. Вот в коридоре Эхо Москвы висело. Значит, там была безумная абсолютно вещь. Значит, там, по-моему, батл Оксимирона Игнойного был. И просто прифотошоплены лица различных спикеров с Эхо Москвы. Чудовищная, абсолютно чудовищная. Чудовищная история. Но это был какой-то подарок. Это был какой-то подарок. И, наверное, это бывает иронично, весело. Ну, то есть, под настроение вполне может зайти. Вы знаете, такие нарочито-кринжовые вещи, которые, в принципе, в определенных обстоятельствах, ну, типа могут быть весьма забавными. Но у него был завешен просто весь дом. Это х**. Причем очень плохо сделанный. В разных ролях. Там Шойгу был Кутузовым. У него под ногами, значит, лежал разорванный флаг Сирии. Хотя, чего там Шойгу в Сирии сделал? Большой-большой вопрос. Ну, короче, настоящая кринжуха. И вот Затканалы, когда появились все эти фотографии, этих полотен, начали подсчитывать потери отделения «Служак России», апеллируя к одной из картин. И вот, что пишет канал Осведомитель. Всего за два месяца тяжелых боев в тылу министр обороны Сергей Шойгу снят с должности. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов снят с должности. Замминистра обороны Тимур Иванов снят с должности и арестован. Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко снят с должности. Замминистра обороны Татьяна Шевцова снята с должности. Замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков снят с должности. И замминистра обороны генерал армии Павел Попов снят с должности. Ну и сам замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков, снят с должности и арестован. Собственно, вот у Булгакова дома при обыске нашлись вот эти вот все замечательные картины, которые перед вами, вы их видите, нетронутыми. Пока на картине остались начальник генштаба ВСРФ Валерий Герасимов, замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и глава Роскосмоса Юрий Борисов. Генерал армии Булгаков вообще кто такой? Почему его задержали? Почему его история отдельно интересна? Он отвечал за поставки вооруженной силы, топлива, продуктов питания, обмундирования и прочего. Теперь его обвиняют в коррупционных преступлениях. Его арест стал очередным этапом зачисток в Министерстве обороны. Следственные комитеты ФСО РФ сообщили, что Дмитрий Булгаков арестован и доставлен в СИЗО Лефортова. Федеральные службы безопасности совместно с МВД и СК в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в СИЗО 2 бывший заместитель министра обороны генерал армии Булгаков ДВ. Отметили в ЦОС ФСБ. По данным российских СМИ, Булгаков лоббировал интересы поставщиков продовольствия в войска. Так, при помощи руководства Грязинского пищевого комбината была создана система отправки в армию некачественных сухпайков по завышенной стоимости. Задержан бывший заместитель министра обороны генерал армии Булгаков, который длительное время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО Грязинский пищевой комбинат, город Грязи, Липецкая область, пишет российское провластное информационное агентство ТАСС. В отношении руководства этого предприятия Следственным комитетом расследуется уголовное дело по части 4 статье 160. Это растрата или присвоение чужого имущества в особенно крупном размере до 10 лет лишения свободы. По словам собеседника агентства, в правоохранительных органах, в индивидуальных рационах питания говядина заменялась курятиной и свининой, что снижало энергетическую ценность пайков. По этой причине военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях войны. Кроме того, Булгаковым лоббировалось заключение контрактов Минобороны с определенными коммерческими структурами, за что им получались так называемые откаты, добавил источник ТАСС. Также по сведениям ТАСС, бывший замминистра обороны, проходит подозреваемым по уголовному делу, по которому ранее были арестованы еще три человека. Михаленко Александр Иванович, Ковалевич Валерий Яковлевич, Смирнова Эльвира Анатольевна. Все они обвиняются в растрате в особо крупном размере. Михаленко, Коваленко и Смирнова входят в совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие занимается как раз производством сухих пайков и консервов для Минобороны. В отличие от Исакова, вступившего в конфликт с Сердюковым, Булгаков с вышестоящими командирами не ссорился. Правила игры принял и дальше делал все, что от него требовалось, не забывая при этом и себя, и своего нового босса Сергея Шойгу. Добавляет один из источников. Через Ришал, окружавших его дочь Марину, можно было вписаться в пул поставщиков тыла, но только не по продуктам. Эта тема была зарезервирована за самим близким коммерсантами и фирмами Евгения Пригожина. За снабжение группировки войск в Сирии Булгаков получил звание Герой России. Однако с началом полномасштабного вторжения в Украину генерал армии быстро стал мишенью для критики. Ведь в войсках внезапно были выявлены, не поверите, тотальные недостачи практически всех видов амуниции и обмундирования. В итоге форму обувь на фронт начали поставлять гуманитарщики. В сентябре 2022 года Булгаков был снят с должности и назначен генеральным инспектором Министерства обороны России. Чистки в Министерстве обороны РФ начались в апреле текущего года. Сначала, как вы помните, был арестован по подозрению в получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов, который отвечал за сферу строительства. Далее в СИЗО оказались начальник главного управления кадров ведомства Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армии Иван Попов, начальник главного управления связи Минобороны Вадим Шамарин и глава управления Департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. Иван Попову впоследствии перевели под домашний арест. 25 июля был арестован по подозрению в злоупотреблениях полномочиями при исполнении гособоронзаказа эксгендиректор военно-строительной компании Министерства обороны Андрей Белков. Что здесь примечательного у Булгакова? Он сидел и ждал. Ну, то есть еще в 22-м его сняли. Очевидно, сняли с посылом, что х** все с его зоной ответственности. И вот он сидел и ждал. 22-й, 23-й, 24-й уже идет. И вот апрель. Сейчас я напомню, Юль. Вот апрель. И начинаются посадки. Он все равно сидит и ждет. Он все равно сидит и надеется, что его как-то пронесет. Бывшие, значит, шайгушевские, точнее действующие всякие миньоны Шойгу. Вас всех пустят в расход. Мы это видели во всей этой системе. Начиная от, я не знаю, бывших соратников Владимира Путина, заканчивая Ксенией Собчакой. Ее сотрудник, который она просто бросила в тюрьму и х** забила. Это так работает. Ну, то есть, в этой системе не считаются с потерями. Вас никто не прикроет. Они только любят говорить, что у них понятийный аппарат. Мы живем как мафия, тыры-пыры и все такое. Это не так. На самом деле, они просто бросят вас под самосвал, как в свое время бросили Марию Бутину. Да, которую даже денег на адвоката не давали. Часто, конечно, она когда вернулась, они такие, это наши героини туда-сюда. Но в тот момент вспомнить, она жаловалась, что сенатор, который подложил ее под американских всевозможных шишек, чтобы она с ними спала и выужила информацию, он самоустранился и даже не давал денег, сенатор Торшин. И так работает вся эта система. Поэтому, если Шойгу надеется, что его-то уж точно принесет, Сергей Кожугедович, спросите у Евгения Пригожина, пронесет или не пронесет. Температура плюс 50. Все как мы любим. Но вы зададитесь закономерным вопросом, Майкл. Но смотри, это же как будто сейчас все лучше станет российской армией. Ведь убирают коррупционеров и придут. Честные, справедливые. Значит, лояльные Путину не коррупционные люди. А таких нет в российской армии. Понимаете? Вся система... Вот смотрите сами. Вам предлагают работать на оккупационный режим. На фашистов буквально. Те, кто плюют на могилы их же дедов и моего прадеда. Ну, те, кто развязали войну и уничтожает людей в соседнем государстве. И сдержки, которые вы получите. Вы будете в санкционных списках. И херня, да? Вы куда вообще поедете? Там, не знаю, в уважаемую вами Европу, в Америку или еще куда-нибудь. Вам останется. В лучшем случае Китай. Может быть, еще Казахстан и Армения. Хотя по Армении ведь уже вряд ли. Казахстан, я думаю, тоже скоро как-то будет отдаляться. Как, в принципе, и Китай, который уже запрещает беспилотники продавать России. Поэтому вы получаете санкции. Вы становитесь военной целью. Вот как недавно взорвали одного из офицеров российских спецслужбистов. Одного российского спецслужбиста. Ну, то есть куча минусов. Более того, вы идете на расстрельные должности, где коррупции всегда найдут. Ради чего вам это? Ради ничего. Единственная мотивация, которая есть, это сверхдоходы, которые вы можете получить. И, собственно, любой приходящий на эти должности также будет во всей этой системе откатов. Это как было, так и есть. Ничего не исправилось после ухода Шойгу. Об этом пишут сами ЗЭТ-каналы. Ни со строительством жилья для военных, ни с дронами, ни с чем угодно еще. Эта система, которая была заточена не под войну. Она была заточена под воровство. И ничего ее не поменяет. Особенно в руках какого-нибудь Белоусова, который тоже абсолютно рыло в пушку. Да и как у самого Путина. Но вернемся ненадолго к Булгакову. Обыски у Булгакова стоялись на прошлой неделе. Как раз, собственно, они были на месте жительства арестованы экс-заместителем министра обороны. И что там было интересно. Булгаков обвиняется в нанесении ущерба государству в размере больше миллиарда рублей. Деньги украдены на поставках как раз вот этих сухпайков вооруженной силы Российской Федерации. Генерал Булгаков в этой системе на протяжении 14 лет был ответственен за тыловое обеспечение армии. Понимаете, 14 лет. Однако пример Тимура Иванова отмечают некоторые каналы, кое-чему научил. Ни в квартире, ни в частном доме Булгакова следователи не обнаружили ни наличных денег, ни дорогих шуб, ни украшений. Только коллекция наград и специфических картин, которые вы видели. Следователи также утверждают, что в квартире отсутствует часть мебели. И предполагают, что дорогие итальянские трюмо были выведены накануне обысков. Об этом пишет телеграм-канал Досье шпиона. И что здесь в итоге интересно? Мы видим эти масштабные чистки, мы видим угрозу непосредственно для Сергея Шойгу. Потому что бьют по его окружению, просто выстегивают его замов. Это самые ближайшие люди. Естественно, они будут давать показания на него. Ну то есть их будут прижимать, они будут говорить Шойгу, 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 Шойгу. Шойгу согласовал, Шойгу подписал, Шойгу одобрил. Что делать с этим? Как избавиться от свидетелей, дающих показания? И на этот вопрос отвечает одно странное совпадение. В России, буквально с разницей в один день, при загадочных обстоятельствах, стало известно о смерти двух человек, которые, по многим источникам, были ключевыми свидетелями по делу замминистра обороны Российской Федерации Тимура Иванова, находящегося с апреля в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Что произошло и связаны ли на самом деле скончавшиеся люди с опальным генералом? 12 июля появилась новость о том, что в карцере СИЗО города Москвы, СИЗО номер 4 города Москвы, при загадочных обстоятельствах скоропостижно скончался бизнесмен Игорь Котельников. Как сообщает ряд независимых СМИ, предприниматель заинтересовал контрразведчиков в качестве фигуранта по делу Тимура Иванова, который может дать необходимые показания против бывшего заместителя министра обороны. Известно, что Игорь Котельников был крупным посредником, который через высокопоставленных чиновников МОРФ принимал участие в распределении госконтрактов. По имеющимся сведениям, предприниматель скончался еще 8 июля. Котельникова обвиняли в преступлении, ответственность за которое предусмотрена 291 статья, именно дача взятки высокопоставленным чиновникам Минобороны с целью заключения крупных госконтрактов. В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурирует умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников. То есть он и с ним был связан с этим Булгаковым. Котельникова задержали вот тогда по обвинению в даче взяток. И смерть довольно странная. И ТАСС уточняет, что Котельникову предъявили обвинение в присвоении или растрате группы лиц в особо крупном размере. То есть группы лиц. В материалах дела говорится, что он был тесно связан с компаниями Консервпаклам, ГПК Проттара и Бруно. Они, в свою очередь, фигурируют в деле Булгакова. Следствие считает, что бенефициарами этих компаний были совладельцы Грязинского пищевого комбината, интересы которого лоббировал как как раз замминистра обороны. Надеюсь, вы не запутались. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, Котельникова в СИЗО неоднократно требовали дать показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других чиновников Минобороны России, задержанных по делу о взятках. Телеграм-канал утверждал, что причиной смерти бизнесмена была названа, ставшая стандартной для системы ВСИН, «Оторвался Тромб». Это просто отписка, которая ничего не значит. Но, интересно дальше, уже на следующий день пришла новость о том, что умер генерал Магомед Хандаев. Он был не в СИЗО, это начальник управления государственной экспертизы Министерства обороны РФ. Что послужило причиной смерти военнослужащего, не объявлено до сих пор официально. Про самого Хандаева известно лишь то, что он находился в прямом подчинении, угадайте у кого? Три, четыре. У все того же Тимура Иванова. И по разным неподтвержденным пока данным, к Магомеду Хандаеву у силовиков тоже якобы возникали очень серьезные вопросы. Существует версия, что в отношении Хандаева уже велось полномасштабное расследование и проводились необходимые следственные действия. Официально этого никто не подтверждал. Все якобы хранилось в глубокой тайне. И до объявления о проведении расследования оставалось еще как минимум несколько недель. Сообщается, что после того, как к нему наведались силовики, Хандаеву стало плохо. Известно, что у него были проблемы со здоровьем. В итоге оно ухудшилось. Генерал сильно сдал и умер, пишет бриф. Также сообщается, что для того, чтобы не порочить имя генерала, о возможных претензиях к нему со стороны силовиков, было решено публично не объявлять. Тем более, что якобы никаких прямых доказательств его участия в коррупционных аферах найти либо не удалось, либо просто не успели. Круто? Круто! Я бы сказал, даже детектив Агата Кристи. Не скажу, правда, какой. Сейчас не очень это поощряется. Но слушайте, мне кажется, это мое предположение. Не инсайт, не, не знаю, утверждение. Это предположение. Что министерство, ну, группа Шойгу, назовем ее так, пытается зачистить следы. То есть, если убить всех свидетелей, если убрать всех свидетелей, если заставить их замолчать, то в итоге следствие окончится либо ничем, либо гораздо будет мягче. Мне кажется, как выглядит конфигурация. Владимира Путина убедили, что в Веновстве Шойгу воруют слишком много, больше дозволенного. И тогда он дал отмашку и сказал, окей, вперед, хера х**. И начали хера х**. Но если следствию и тем, кто стоит за этим всем, а я не знаю, кто конкретно за этим стоит, не удастся доказать Путину, что воровали больше положенного, тогда, возможно, расплата ждет уже тех, кто Владимиру Путину это нашептал. Это лишь мои предположения. Но, что мне кажется предположением уже обоснованным, это как раз история о том, что группа Шойгу заметает следы. В любом случае, конфигурация выглядит потрясающе. Я уже говорил, что когда назначали Белоусова, это праздник вообще был на моей улице, потому что полное переформатирование человеком, который не имеет никакого отношения к оборонке и никакого представления о ней. Мне тогда рассказывали, он будет гражданским чиновником, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но нет, он шагаляет в форме, он рассказывает, что дает приказы, отчитывается по уничтожению техники. Ребята, ну кого вы за идиота держите? То есть, когда у вас изначально система построена на том, что у вас министр обороны, это лицо гражданское, которое по факту занимается просто подсчетами и обеспечением, как это в Украине сделано, например. Это одна история. Тогда у вас умеров действительно почти не вмешивается в военные дела. Когда у вас в целом исторически построено, что даже попадая гражданскому на должность в министерство обороны, он становится военным, что он отдает приказы, проводит учения и так далее, ваша система за секунду не меняется. Поэтому Беловусов теперь щеголяет в военной форме и, значит, не является он никаким там бухгалтером или еще чего. Точнее, по факту, он, ну по сути своей, он является. Но он должен исполнять, значит, обязанности министра обороны, полноценного военного министра обороны. И у него этого не х**а получается, потому что у него нет никакого авторитета, а более того, с точки зрения подчинения, по факту главным теперь стал Герасимов. А Герасимов как раз и есть та самая креатура Шойгу, с которой пока ничего не делают. И Герасимов сводит личные счеты, например, с генералом Поповым и вообще делает все, что посчитает нужным. А Белоусова никто ни во что не ставит. И уже даже Z-военкоры начинают в нем разочаровываться, потому что уж сколько времени прошло с момента его назначения, ноль эффекта. И теперь вранье от Минобороны, его стало не меньше. Опять уничтоженные сотни тысяч наемников, невероятные захваты всего на свете, 4000 беспилотников в день, вот свежий его перл, про который он расскажет, что Россия поставляет на фронт 4000 беспилотников в день в передронах, точнее, и это полное вранье. Ну, то есть, типа, и это говорят сами, Z-ники говорят, ну, слушайте, ну, о чем вы? Это просто неправда. Вот, поэтому, собственно, конечно, группа Шойгу потерпела скрушительное поражение, была додавлена. Возможно, их додавил Пригожин уже с того света, возможно, кто-то еще. Я думаю, что мы вообще не видим какую-то важную фигуру на всей этой шахматной доске, потому что, ну, а кто мог снести группу Шойгу? Явно не Белоусов. Кто нашептался это Путину? Патрушев? Бортников? Непонятно. Лично мне непонятно. Возможно, вы знаете. Пишите ваши предположения в комментариях. Но в любом случае, группа Шойгу разгромлена. Я думаю, что, конечно, кульминацией этого должен стать арест Шойгу. И поэтому я бы рекомендовал Сергею Кужегетовичу собирать чемоданы и валить как можно скорее в сторону какой-нибудь границы, потому что его менять точно никто не будет. Ну, пишите, что вы думаете в комментариях. Не забывайте поддерживать видео вашим лайком и подпиской на канал. Хотя, не знаю, сейчас в условиях замедления Ютуба, которое уже началось, но я думаю, будет иметь пока такой ситуативный характер. Уже сложно как-то четко понимать, как работать с этим. Но в любом случае, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, за комментарии, за подписки. Это все помогает распространять видео. Ну, и не забывайте поддерживать канал финансово на Патреоне. Ссылка на него традиционно будет в описании. С вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok